Дежурцы сделали решение и заявили на этот боец, который дрался в ко-мейн-эвенте турнира М1-90, Борис Полежай. Борис, приветствую. Первый вопрос у меня к тебе такой. У вас с Джо Риксом получилась ничья, ничья по решению судей, но на мой взгляд никакой боец не считает, что может быть ничья в его поединке. Скажи, ты считаешь, что выиграл? Честно сказать, я не судья, я не могу так сейчас говорить. Выиграл, я проиграл. Надо посмотреть бой и потом оценить ситуацию. Как мне показалось, что я выиграл. Но опять же, я же говорю, я не буду никаких протестов кидать или что-то еще. Судьям виднее, так получилось. Хотел, конечно, выиграть, я рассчитывал на это. Ну, видите, так получилось. Расскажи, что-нибудь давило в этом бою на тебя? То есть, например, статус твоего соперника, это ветеран ММА, и он там уже провел боев в 2-3 раза больше тебя. Психологически тебе было просто или нет? Смотрите, я вас понял за вопрос. Перед каждым боем всегда есть определенное волнение каждым лицом. Ничего меня не давило, я готовился хорошо, я хороший пошел в лагерь, у меня хорошая команда, так что я был уверен в себе. Ну, вы видите, сами все видели, что нормальный бой получился. Ну, мне сложно говорить, я же говорю, проеду, посмотрю, будет видно. Так что вот так вот. После боя тебя брали интервью, после матчевая, и стали говорить по поводу реванша. Тебе реванш интересен или ты хочешь уже двигаться вперед, и это просто... Ну, есть ли для тебя реванш или тебе все-таки важно, чтобы человек был выше тебя рейтинга, и ты поднимался сам в файтматрик 40 где-то? Смотрите, это как бы не принципиально, сейчас решит мой менеджер, команда моя, как мы что будем делать на лагерь. Ну, мне сейчас сложно говорить, что я там... Да, я бы, конечно, хотел бы, да, у нас не закончено дело, как получилось, но, опять же, как сложатся обстоятельства. Вот, может, но он не захочет дать, он сейчас говорит, дам, а потом не дам реванш, понимаете? Это сложно говорить об этом. Расскажи тогда про имена 84 килограмма, с кем бы тебе было бы интересно провести поединок, и как ты считаешь, достойен ли ты сейчас выхода на титульный бой? Я вас понял. Да, им много хороших бойцов интересуют иностранцы, и много русских хороших, там, Фролов чемпион, да, М1. Я не могу сказать, что я сейчас готов на все 100% за пояс. Я никуда не спешу, я знаю, зачем я сюда пришел, я буду по чуть-чуть, по чуть-чуть подбираться к этому, но я не могу сейчас говорить, что я готов. Если бы я выиграл Рикс, а может, потом бы я искал, что я готов. А так, пока мне сложно говорить. Борис, я смотрю на политику М1, и сейчас все больше они привлекают бойцов из Украины. Не кажется ли тебе, что они планируют в Украине провести турнир? И если так, то, может, у тебя есть какая-то информация, тоже какие-то инсайды о турнире М1 в Украине? Нет, информации, какую не надеюсь. Это хорошая, кстати, идея, я там когда-то тоже подумывал. Ну, вы понимаете, надо, чтобы хорошие лица были заинтересованы из Украины, ну, чтобы была заинтересована какая-то организация, и тогда, может, да. А так, я никакой информации. Было бы прикольно, я бы подрался в Украине на М1, это было бы круто. Когда ты собираешься приступить теперь к тренировкам? Сколько возьмешь сейчас паузу? И когда будешь просить у руководства в следующий бой? Приступлю к тренировкам где-то через неделю, через полторы. Ну, понимаете, я еще и тренирую. Я тренер, у меня ребята сейчас готовятся на чемпионат Украины, молодые. Я буду их сейчас помогать готовить. Вот это через неделю, через полторы приступлю уже сам к тренировкам, по чуть-чуть. А следующий бой, не знаю пока. Может, это будет лето, начало лета, может, уже аж осенью. Хочу отдохнуть и вернуться сильнее. Вот так вот. Борис, я не знаю, стоит ли тебя поздравлять с ничьей, но в любом случае показал достойный бой. Спасибо большое. Все хорошо. Смотрите «Вестник ММА», мы не спрашиваем про план на бой. Ставь лайк и подписывайся на канал. У нас много всего интересного. Ну, а если вы хотите поддержать проект «Вестник ММА», а нам сейчас как раз требуется новый микрофон, то милости просим. Реквизиты карты, на которые вы можете скинуть донат, смотрите в описании к этому видео.